Здравствуйте! В эфире информационная программа «День Республики» в студии Геляна Багаева и сегодня в выпуске. Глава Калмыки Батухайска взял под личный контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы в Варшайн-Зельменском водохранилище. Результаты исследований и проверок должны быть предоставлены в ближайшее время. Популяризация технических видов спорта и развитие туризма. В Целином районе провели тестовые ралли на автомашинах Баги. Личностно ориентированный подход – секрет качественного образования. Сегодня Листинскому лицею исполняется 30 лет. Глава Калмыки Батухайска осмотрел место массовой гибели рыбы на берегу Варшайн-Зельменского водохранилища. Вместе с экспертами и учеными в данной области обсудили план работы по восстановлению водоема и ликвидации бедствия. Взяты пробы воды, которые будут проверять в лабораториях Элисты, Волгограда и Астрахани. Эксперты ждут результаты анализов. Подробности в материале Чингиса Тихонова. Глава Калмыки Батухайсиков на месте обсудил варианты причины гибели рыбы и пути решения этой проблемы. Как сообщили эксперты Института комплексных исследований о ридных территориях, наблюдается обмеление водоема, а также загрязнение его фосфором и другими вредными элементами. Вещества попадают в воду от крупного рогатого скота. Откуда берется этот фосфор? Вот в отсутствии других загрязнителей. Здесь нет фабрик, заводов, ничего. Откуда он берется? Основной поставщик фосфора в наши водные объекты – это крупный рогатый скот животноводства, а именно крупный рогатый скот, который приходит сюда на водопой. В первую очередь здесь нужно рассматривать версию значительного уменьшения площади водоема. Ну и, естественно, объема воды, которая в нем находится. Потому что по сравнению даже с прошлым годом, с предыдущими годами, площадь Аршан-Зельменя значительно уменьшилась в два и более раз. Сейчас где-то порядка полутора квадратных километров. Батухасиков, в свою очередь, отметил, что эту проблему надо решать в ближайшие сроки. Как минимум, необходимо воднять водохранилище за счет грунтовых вод и родников. Такой метод позволит улучшить микроклимат в водоеме. Это должны сделать мы сами, подключая волонтеров, официальные лица и так далее. Во-вторых, нужно подумать о том, как наполнить данное водохранилище водой. На сегодняшний день оно в основном пополняется благодаря осадкам и родникам. Может быть, нужно почистить какие-то родники, может быть, какие-то новые организовать. В данном случае эксперты дадут свою оценку, предоставят планы и мы будем действовать. Для Калмыкии такие объекты, такие водохранилища – это ценность. И, безусловно, мы обязаны за этим заботиться, ухаживать, обращать на это внимание. Как поясняют рыбаки и местные жители, гибель водных обитателей водохранилища началась с начала лета. И это уже не в первый раз. Десять лет назад здесь же наблюдалась подобная картина. На месте уже работают представители регионального Министерства природных ресурсов и окружающей среды, МЧС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора. Также к работе подключились прокуратура и Следственный комитет. Версий много, в том числе и естественное, из-за обмеления и понижения уровня воды, понижения уровня кислорода, повышения минерализации. И все остальные версии тоже рассматриваем, потому что у нас здесь нет рядом с этим водоемом промышленных производств, опасных химических каких-то комбинатов, которые бы могли явно быть причиной искусственного человеческого, по человеческой вине заражения воды и гибели рыбы. Поэтому все варианты рассматриваем, в том числе и, возможно, какие-то случайности и все остальные. Пробы уже взяты разными ведомствами. Предварительные результаты станут известны завтра. Окончательные анализы будут готовы к концу недели. Глава Республики Батухасиков подчеркнул, что информационная работа в данном вопросе должна быть вестись максимально оперативно и прозрачно. Основные показатели воды, химическое потребление кислорода мы получим в результатах к завтрашнему обеду. А остальные и по минерализации, по санитарной химии, остальные показатели, такие как токсичность, пестициды, будут в соответствии с методиком, где-то к концу недели будет результат. Ни в коем случае мы не должны допустить, чтобы кто-то пытался спекулировать над этим происшествием. Открытая, объективная, достоверная информация. Не бойтесь говорить правду. Нам вскрывать нечего. Чингис Тихонов, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». Вопросы строительства в Калмыкии инфекционного госпиталя обсудили в ходе установочного совещания под председательством премьера Юрия Зайцева. Благодаря усилиям и настойчивости руководства региона, Калмыкия в числе немногих субъектов страны была включена в госпрограмму развития инфекционной службы России, что предусматривает выделение из федерального бюджета 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Стационарный быстро возводимый одноэтажный инфекционный госпиталь будет располагаться в восточной части Листы за воинской частью на обширном пустыре площадью примерно 11 гектаров. Строительство начнется ориентировочно во втором квартале и должно завершиться до конца 2021 года. Планируется оснащение госпиталя ультрасовременным медицинским оборудованием. Многоплановая подготовительная работа уже началась. Другим темам 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за последние сутки в Калмыкии. Выздоровело 38 человек. В тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, из них 11 на ИВЛ, госпитализировано в инфекционной больнице 744 человека. В режиме домашней изоляции 3961. Хирург Бадма Башанкаев и представители Калмыцкой диаспоры в Москве передали больницам Калмыкии медоборудование для борьбы с вирусными инфекциями. Это 13 обеззараживателей-очистителей воздуха. Данное оборудование обеспечит комплексную очистку воздуха, биологическую безопасность без воздействия ультрафиолетового излучения. Те аппараты, которые будут поставлены, они обладают чудесной силой обеззараживать воздух и обладают классным бактерицидным эффектом. Там не надо следить за лампами, не надо считать часы. Очень удобная штука. Я надеюсь, что этот воздух, который будет подаваться этими аппаратами, будет малую радость для наших земляков, которые сейчас борются с инфекцией или, не дай бог, болеют. Здоровья, здоровья, здоровья. Как пояснила первый заместитель министра здравоохранения Калмыкия Галина Динкиева, эти обеззараживатели воздуха будут переданы в госпитали республики. От лица министерства здравоохранения республики и всего медицинского сообщества хочу выразить признательность Бадмя Николаевичу за его неравнодушие, регулярную помощь и поддержку родной республики, за вклад и развитие здравоохранения Калмыкии. В рамках развития туризма в Калмыкии на территории Целиного района состоялась тестовая ралли на автомашинах Багги. Организатор мероприятия – региональное министерство спорта и молодежной политики совместно с отделением ДОСААФ России. Цель – популяризация технических видов спорта в степном регионе. Подробности в следующем сюжете. Протестировав один из двух транспортов, совершив экспериментальный заезд протяженностью более 100 километров, глава республики Батухасиков поделился впечатлениями. Он подчеркнул, что такие мероприятия в первую очередь будут способствовать развитию туристической отрасли в Калмыкии. Немного не укладывается даже в голове, что по бездорожью, по степи, по врагам можно ехать с такой скоростью, так лихо. Такая техника позволяет. Техника, которая подчеркиваю, сконструирована именно нашими российскими ребятами. По приглашению главы республики Батухасикова в Листу прибыла компания F-Motorsport. По словам ее руководителя Эдуарда Мымрина, цель визита – посмотреть, как можно совместными усилиями развивать туризм, багги-туризм, а также авто и мотоспорт в республике. То удовольствие, которое дарит степи, его больше денег нельзя получить. Потому что в больших городах уже по дорогам гонять нельзя, в больших городах не разгонишься. А если хочется именно поездить быстро с ветерком, то степь – это лучше. И одна из самых безопасных вариантов для такого вот желания поездить. Как отметил прибывший накануне в республику руководитель исполкома ОНАФ Михаил Кузнецов, Калмыкия – гостеприимная и невероятно красивая республика. Утренняя степь калмыцкая прекрасна. Невероятно красивая, гостеприимная. Кто любит нашу страну, приезжать в Калмыкию и проводить здесь время, потому что Калмыкия уникальна. Это ощущение свободы, ветра и невероятных просторов. Оно, конечно, очаровывает. Подводя итог, Батухасиков пояснил, что появление багги будет входить в общую концепцию развития туризма в республике. Наша уникальная степь позволяет организовать не только гоночные соревнования, но и создавать туристические базы, чтобы люди могли приезжать сюда и совершать заезды на специально организованных трассах. Здесь, в Калмыкии, уникальная площадка для того, чтобы это всячески развивать. И в качестве спорта, или, наверное, в нашем случае, прежде всего, в качестве туризма, и потом уже в дальнейшем, уже в качестве спорта. По крайней мере, приглашать сюда профессиональные команды и обеспечивать их всеми необходимыми условиями. Для развития технических видов спорта будет проведена работа по приведению в нормативное состояние мототреков, чтобы в будущем здесь можно было проводить масштабные соревнования. Наталья Доржиева, Максим Мятежный, информационная программа «День республики». Сегодня 30-летний юбилей отмечает Элистинский лицей. Поздравление по случаю знаменательной даты направил глава Калмыкии Батухасиков. В частности, он отметил, что Элистинский лицей – одно из лучших учебных заведений не только Калмыкии, но и страны. Здесь проводятся занятия по программам углубленного профильного и общеобразовательного уровня. Лицеисты демонстрируют высокий уровень подготовки по предметам, становясь победителями и призерами Всероссийских Олимпиад школьников. Выпускники лицея получают высшее образование в престижных университетах нашей страны и за рубежом. Сегодня лицей не останавливается на достигнутом, уделяет внимание совершенствованию качества образования, реализации просветительских проектов. Этим он вносит значимый вклад в развитие образовательной инфраструктуры региона, говорится в поздравлении. На протяжении многих лет лицеисты и педагоги занимают высокие позиции в рейтингах лучших школ России. В учебном заведении сложилась эффективная система подготовки учеников. Каждый год в день основания лицея проходят пушкинские уроки. Фраки, бальные платья – неотъемлемая часть таких мероприятий. Сегодняшний урок помог развивать ораторские способности, запоминать текст, держаться на публике. В лицее все так, планка повыше, чем в обычной школе. Я попала в очень дружелюбную атмосферу, я перешла в новый класс и мне здесь очень нравится. Участникам образовательного проекта «Яндекс.Лицей» вручили сертификаты. С завершением первого года обучения учащихся поздравил постоянный представитель Республики Калмыкия при президенте России Сангаджи Тарбаев. Также с поздравлениями выступили координаторы образовательных площадок и преподаватели. Напомню, в Калмыкии проект «Яндекс.Лицей» реализован в 2019 году на базе двух образовательных площадок. Первый год обучения завершили 34 школьника, из них 23 продолжают обучение во втором учебном году. В мероприятии приняли участие специалисты из IT-сообщества и специалисты из компании «Яндекс». Хочу отметить, что у нас стартовала новая образовательная площадка в лице Калмыцкого государственного университета. Уже набрали студентов. Хочу им пожелать удачи и успехов в освоении такой важной профессии, как программист. Печальное известие. Ушел из жизни ветеран калмыцкой журналистики Павел Очкаевич Гадаев. В Калмыкии он был известным журналистом, публицистом, общественным деятелем. В его творчестве яркое воплощение получила тема депортации калмыцкого народа. Кроме того, Павел Очкаевич был автором многочисленных теле- и радиопередач, посвященных участникам Великой Отечественной войны. На счету Павла Очкаевича такие награды, как медаль за доблестный труд и ветеран труда. Он был лауреатом республиканской премии «Общественное признание». Ветеран калмыцкой журналистики был любим и интересен читателю и оставил о себе добрую память. Как сам человек, он был очень обаятельный. Но как учитель по профессии, он и в жизни был такой мягким, располагающим себя. И всегда готовым прийти добрым словом и делом любому человеку, которые к нему обращались. А их было у нас немало, к нему обращались. Таким он останется в нашей памяти. И последнее. Накануне Залисты стартовал конный поход по местам боевой славы 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии, посвященной 75-летию победы Великой Отечественной войне. Инициаторами похода выступили представители айратского стана «Кочевник» Бакур Зургадаев, Сергей Адьянов и Александр Эрдниев. 13 воинов-всадников в форме и со знаменами направились в сторону Ешалты и Городовиковска. Участники конного похода посетят мемориал советским воинам. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома, на сайте Реакалмыки в специальной вкладке и на официальном аккаунте в инстаграм реакалм.ру. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова